Уважаемые коллеги, приступаем к утверждению кандидатур на должное заместитель председателя Ачинского района Совета депутатов. Ну, я выдвигаю, допустим, Танготорова, Шухрата, Павеллавича. Вот из всякого, допустим. Еще какие-то есть кандидатуры, предложения по кандидатурам? Товарищ специалист, объясните, вот Танготорова, Шухрат, у нас во всех комиссиях, председатели везде. Вы обоснуйте вот ваше выдвижение. Ну, я считаю, что Шухрат Харулович, во-первых, вот как являясь председателем комиссии по законности, в этом отношении грамотный. Он внимательный, он является руководителем крупнейшего предприятия, можно сказать, города. Ну, вот только вот на таком основании. Его сегодня, если ему где-то какие-то документы подсунуто, он не подпишет, пока не изучит. Я не хочу сказать, что другие будут невнимательны. Давайте, предлагайте. Я же не против. Уважаемые коллеги, заместители, это чисто такое представительское должность. Я предлагаю Светлану Хасану, чтобы лицом Ачинского района, рядом с председателем, хорошо выглядел. Он у нас много прессы. И больше не надо премию. И других выдвигать, смысла нет, не разбириху делать. У меня самоотвод. Ну, трусиха. Дело не в трусихе, дело в том, что, я так понимаю, Светлана Владимировна очень сильно занята на работе. Практически всегда. И сегодня, вот придя сюда, она, ну, дети, так сказать, перенесла свои занятия, поэтому спасибо, самоотвод принимается. Еще есть комитетов? Калина Сергея Геннадьевича. Калина Сергея Геннадьевича. Еще есть предложение? Нет. Ну что, кандидатура вполне достойная. Являюсь представителем уполномоченного по правам человека в Ачинском районе до 2022 года. Я кандидатуру Киждина Маргинадьевича. Я говорил еще о том, что я являюсь главным хирургом города Ачинского района, заместителем главного врача по хирургии. Все вот эти должности, конечно, отнимают какое-то время, но ко всем обязанностям я своим отношусь. Обязательствам очень внимательно. В принципе, ответственно никаких нареканий ни со стороны администрации больницы, ни со стороны уполномоченного по правам человека, ни со стороны районного совета за все эти годы не поступало никаких. Если выберете, буду работать. Вопросы, пожалуйста, подождите. Один вопрос. Ну, комиссия-то у нас может быть раз в месяц. Это сейчас у нас... Ну, Сергей, ты по всех, вот счетно ты предлагаешь, везде, но я уже спутался, еще и по правам человека. Разрешите, я отвечу на ваш вопрос. Хорошо. Все зависит, как настроить свою работу. Можно так настроить, что будете с утра до вечера сидеть в кресле, да, и при этом у вас будет разруха в службе. А можно настроить так, что у вас специалисты грамотные будут работать, как слаженный механизм. А вот я говорю, что мы в этих масках еще два года будем сидеть. Ну, извините, маски я не вам одел. И мне тоже. А Беломяре, я пришел в факт? Послушайте, еще раз говорю. Белоярский. Ковидные больные сидят, и это она им объясняет. Орбидол, больше пейте. И я вот сижу в маске. Она проходит, проходите, а мне надо было анализ все взять. Спасибо, я постою. Она тут сообразила быстро, тут септиком, раз и все. И по новой. И вся деревня в Ковиде. Александр Александрович, а вам не отказали, допустим, если аппендицит кому-то вырезали, нет? Нужно понимать специфику работы, чтобы... Да я понимаю в лечебной части, но просто сам вопрос-то. Я вам больше скажу, это не Белый Яр там сидит в очереди. Везде ценятся, а... Вся страна сидит в очередях. Врачей не хватает, обычных терапевтов, которые они должны лечить. Ладно, у меня больше нет вопросов, председатель. Все вы знаете опыт моей работы. Я больше двух лет работал первым заместителем Головачинского района по финансово-экономическим вопросам. Бюджет знаю, наверное, как никто из вас. Никого не хочу обидеть, да. Но все мы понимаем, что основополагающий документ жизни района – это бюджет, это деньги. То есть, как он посчитан, как администрация его посчитала, как распределила, так, собственно, район живет следующий год. Считаю, что мои знания, мой опыт работы, текущий хозяйственный опыт работы позволит наиболее эффективно применять мои знания в работе районного совета депутатов и, соответственно, делать жизнь жителей Ачинского района лучше и продуктивнее. Прошу поддержать мою кандидатуру. Ну, коллеги, я предлагаю внести бюллетень для тайного голосования в следующий кандидатуру. Это Танготуров, у Праспорта Рулаевича, это Калинин Сергеевича, это Зарашок Павел Владимировича. И также бюллетни выдавать тоже там, бюллетни по списку и по два списка. Памятную ручку себе за бюллетни по списку. Расовал ей сюда, что ставишь. Число голосов поданных за кандидатов. Дорашок Павел Владимирович, правильно, да? Четыре. Калинин, пять. Танготуров, девять. Число голосов против всех кандидатов нет. Проявить так. Постановили комиссию провести второй тур к тайному голосованию по избранию заместителя председателя Ачинского районного совета депутата 6-го созыва в связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал большинства, половины голосов от условной численности депутатов Ачинского районного совета. Говоря спортивным языком, в финал у нас проходят два кандидата, да? Танготуров, у Праспорта Рулаевича и Калинин Сергея Геннадьевича. Продолжение. Голосовали за Калинин Сергея Геннадьевича, Танготурова, Шухратов, Хаиловича. Калинин Сергея Геннадьевича, пять. Танготуров, десять. Число для неизвестителей бюллетеней, три. Ну, на этом все вопросы все исчерпаны, да? Мы предложили депутатов. Вопросы о выборе заместителей председателя Совета. Если возражений, конечно, нет, мы вернемся после избрания главы Ачинского района, да? Правильно. Да, как бы нет. Нас, Игорь Александрович, не заболите. Я? Да, только исполняйте. Комарова. Кого назначите? Да, старейшим. Любого не назначим. Нет, Мачехина попросим. Мы перейдем.